МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа О чём говорят. Страна продолжает чествовать героев-спортсменов и обсуждать итоги студенческой универсиады в Казани. Действительно, есть чем гордиться, но вместе со спортсменами, которых уже и на руках поносили, и которым ура многократно прокричали в регионы, вернулись и те, кто помогал им и многочисленным гостям универсиады чувствовать в Казани себя комфортно. И, кстати, у этих людей на универсиаде тоже были свои весьма значимые для них награды. Самарцы отличились и здесь. Мои гости сегодня Алексей Солопов и Юлия Чигарёва. Не просто волонтёр, они были рулевыми наших самарских волонтёров в Казани. Здравствуйте, ребята! Спасибо большое, что пришли. Давайте начнём показывать регалии. Тем более, у нас весь стол, можно сказать, в регалиях. Вот у вас вот эти замечательные ладошки. Наверное, это самое главное, да? Да. Это вот что такое, за что и почему? На самом деле, наша делегация была оценка, высокая оценка нашей делегации, трижды озвучена. Впервые это было в финале сказано, что наша делегация признана самой активной, и за это нам была вручена вот такая ладошка, красивый символ. То есть самарская делегация волонтёров в Казани оказалась самой-самой-самой. Самой активной делегацией. Понятно. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Вот такое письмо благодарственное тоже было нам вручено. Ага. В порядке исключения, значит, на объекте ежедневно определялись лучшие. Лучшие сотрудники, лучший персонал и так далее. И в порядке исключения в один из дней озвучили лучшим штаб волонтёров, потому что внесли особый вклад вот так вот. Да, в проведении вот всей программы соревнований. И ещё третий раз, когда к нам на объект с встречей или с визитом пришла делегация Международной Федерации Студенческого Спорта, это, собственно, те, кто организует инициаторы проведения универсиады. Да, специально-посредственно. Они сказали нашим координаторам, что ребята на нашем объекте самые профессиональные и организованные. Замечательно. Это при том, что я просто специально хочу зарезаетелям сказать, что там были представители 35 регионов России и из 24 стран прибыли волонтёры, кроме всего прочего. И вот в этой огромной массе народа, у нас только самарская делегация. Сколько человек было? 173 человека. 173, а всего волонтёров там, наверное, было несколько тысяч. 20 тысяч волонтёров. 20 тысяч волонтёров. Вот из 20 тысяч волонтёров, которые съехались в Казань, самарцы отличились. И вот видите, какое замечательное количество всяких призов привезли. Я смотрю, вот Алексей, а что это у вас такое большое и огромное благодарственное письмо? Соответственно, благодарственное письмо непосредственно нашему департаменту по делам молодёжи. Вот. За большой вклад в организацию студенческих игр. Потому что департамент по делам молодёжи действительно с нами работал с начала пути. Путь мы прошли большой. То есть непосредственно... Учёба. У нас было 600 кандидатов на то, чтобы стать волонтёрами от Самарской области. И мы из этих 600 людей рекрутировали, отбирали, учили. Вот, соответственно, непосредственно, чтобы довести это к одной логической цели. Привести лучшую универсиаду в истории. И мы... Мы её провели. Мы её провели в конце концов. Действительно, все удивляются, насколько замечательно она прошла. И в этом есть заслуга самарцев в том числе. Замечательно. Я смотрю, вот, конвертик у вас лежит. Это вот что такое, Алексей или Юля? Благодарственное письмо, да? На самом деле, было очень много того, что выдавали волонтёрам таких сувениров, То есть не только спортсменов-то честовали, вы понимаете? Как всё по-правильному было сделано. Это вот такие задумки интересные, которые реализовались в жизни. Это благодарственные письма родителям. Родителям? Родителям волонтёров. Вот она как она. Да, вот они такие большие с подписью генерального директора исполнительной дирекции Всемирно-летней универсиады. И вот здесь добрые слова написаны про то, что их дети внесли большой вклад в историю этих игр. Вот можно многие родители в рамочку, на стенку повесить и будут всю жизнь гордиться, в принципе. Конечно. Практически, как... Это приятно. Хотел сказать, олимпийские медали, да, универсиадские, да, медали. Замечательно. Вот что у вас за блокнот такой оригинальный? У нас проходила образовательная программа многоуровневая в течение нескольких месяцев перед самой универсиадой и закончилась она уже, когда мы приехали. Вот. А вот эти тренинги, всё это проходило вот при помощи вот таких хендбуков, так называемых. Это книги волонтёров. Здесь разные вкладки. Они проходили обучение по истории универсиады, по самому этому мероприятию. Вырабатывали пять основных компетенций волонтёра, которые должны быть обязательно у них. И в Казани мы уже проходили тренинги на объекте, то есть знакомились с тем местом, где мы будем работать. Вы же туда, прошу прощения, приехали задолго до начала всего этого действия, да? Да. Вам нужно было там обжиться, подготовить вот эту вот уникальную атмосферу уюта? Конечно. Мы заезжали двумя группами, потому что 173 человека сразу сложно увезти. и, соответственно, с первой группы приехал я, соответственно, со второй – Юля. И нас поселили очень интересно в новых многоквартирных домах. То есть было принято решение на уровне президента республики, что волонтёры будут жить в одной локации, то есть не в гостинице, а вот именно мы жили в квартирах нового дома построенного, где жильцов пока нет. Сдан в эксплуатацию, но жильцов пока нет. Специально, то есть два дома в Юдиной. Квартиры, надеюсь, оставили в приличном состоянии. Люди там помогут жить. Конечно. Конечно, но у нас приличные. Во всяком случае, в Самарской области волонтёры точно всё шикарно. И хорошо. Вот на каких объектах работали? Насколько я понимаю, два, по-моему, да, таких важных объекта. Объектов. Два основных объекта у нас было. Это дворец спорта, это настольный теннис и центр пляжного волейбола «Казанка». Вот пляжный волейбол, соответственно. Зрелищный вид спорта. Зрелищный вид спорта. И часть ребят работала в СМИ, в Международном информационном центре. Со СМИ работала. И в деревне Нерсиады. Были также атташе, которые с командами работали. Также один представитель был как раз оператор на лёгкой атлетике. Чем занимались? Что входило в вашу задачу? За что вас так замечательно награждали? И всё остальное. Вот с утра до вечера в этой круговерте. Да, волонтёры работали в две смены. Фактически на объекте единовременно находилось, например, во дворце спорта 150 человек, а всего в день работало 300 волонтёров. Вот ваша задача была какая? Чтобы люди поняли, что это не просто так в этих красивых маечках и с этими бейджиками улыбались, а трудились в поте лица. Все волонтёры были разделены по функциям. Каждый волонтёр отвечал, согласно мы его отбирали, на определённые... Под конкретные задачи. Под конкретные задачи. Это мы и учили, я понял. Работа со зрителями, волонтёр-навигатор, который помогает ориентироваться с спортсменом и гостям на инфодеске, который знает несколько иностранных языков и может общаться, соответственно, с представителями команд и непосредственно с участниками соревнований. Это... То есть у вас там и лингвисты были, и медики, и логисты. И всех работ было очень много. И непосредственно спортивные волонтёры, которые работали по свистаймингу, помогали непосредственно проведению соревнований на площадке, которые работали с судьями. То есть помощники-судья их называли. Да. А вот я обратил внимание, что это за волонтёры-риск-менеджеры. Это очень интересная задача. То есть много функций. Идёт спортивное соревнование, соответственно, и риск-менеджер в его задачу ходил, чтобы он следил за порядком на объекте. То есть если всё должно стоять красиво, ровно, все баннеры, все плакаты, все стенды, все цветы, всё должно стоять на своих местах, ровно и... А риск это потому, что если что-то где-то упало, полетело... Да, то есть фактически они всё время курсировали по объекту и следили за тем, чтобы всё это было в должном качестве, потому что это имидж игр. И также ещё есть партнёры-универсиады и риск-менеджеры следили за тем, чтобы присутствовали логотипы именно партнёров-универсиады и никаких других организаций. Я расскажу, как это появилось. А я уже прочитал риск-менеджеры, я думаю, пьяных выводили там или ещё что-то. Они следили за тем, чтобы выполнялся имидж, положительный имидж универсиады. Очень интересная эта функция появилась. Это говорит как раз о том, как основательно всё продумали организаторы, дирекция по универсиаде, которые по волонтёрам, которые собирали функции вот эти, то, что им нужно. И когда к ним третья функция пришла или четвёртая даже сказала, говорят, нам нужен волонтёр, который будет следить за порядком. Они подумали, что зачем их четыре, когда можно сделать одного на объекте, который за всем будет следить. То есть продумывали всё до мелочей. Буквально. То есть даже экипировку, которую нам выдали, то есть вот эти поясные сумочки, чтобы в них умещалась наша литровочка, курточка от дождя, чтобы мы могли её всегда с собой носить. Понятно. Хорошо, ребят, просто давайте, у нас мало времени остаётся. Принесли вы некоторое количество фотографий, сейчас мы их посмотрим, операторы нам покажут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А что это был за торт такой огромный? Это наконец всего этого действия, да? Для вас подготовили или вы сами его? Нет, это мы сами в штабе приняли решение, собственно, скинуться и купить торт, и вместе с волонтёрами, ну, поставить такую финальную красивую точку, потому что нельзя просто разойтись. Скушно, я бы сказал. Да, у нас на объекте работало несколько разных делегаций, у нас были представители, несколько ребят из Оренбурга, несколько ребят из Казани, и вот наши делегации. И мы вместе в финале собрались, вручили грамоты, которые были от Клода Луи Гальена, и вот две грамоты у нас тут присутствуют, да, можно их тоже посмотреть. Забыл, оказывается, я ещё что-то. Да, вот такие грамоты были вручены каждому волонтёру, тоже очень приятно. Со спортсменами это с нашими как? Подружились, пообщались? Обязательно. Даже ближе всех были к ним. Ребята на пляжном волейболе прям чуть ли не побратались с канадцами. Потому что, да, особенно ребят, которые работали со зрителями, подружились с семьёй канадских спортсменов, там родители приехали болеть, и они уже их знали в лицо, и канадцы с ними здоровались, очень живые истории, общение получилось, да, то есть обменялись контактами, и будут дальше продолжать, соответственно. Ну, ладили связи, молодцы, хорошо. Вообще, вот что запомнилось больше всего? Вот вам лично, не будем сейчас говорить в глобальном смысле, а вот конкретно волонтёру Юли, волонтёру Алексею? Мне запомнилась работа, потому что я как тренер, я и в процессе, я работала и до универсиады, как тренер готовила, ребят занималась с ними, так и в процессе работы, в процессе самой универсиады, фактически мы там денно и ночно были, работали с ребятами, проводили с утра брифинги, после обеда дебрифинги, общались, решали различные конфликтные ситуации, писали отчёты, в общем, было очень много работы. Работа, работа, работа. Я не смогла, да, посмотреть, к сожалению, соревнования, в принципе. Я хотел спросить, а как же это неправильно? Ну, так вот, тем не менее, я не жалею, это колоссальный опыт, который, конечно, бесценен. Ну, благодаря таким, как вы, всё и получилось так замечательно. Алексей, вам хоть удалось? Мне удалось многое. Я горжусь за свою страну, я горжусь за волонтёров Самарской области, потому что действительно такое событие сделали все вместе, что будет что внукам рассказать. За спортсменов, за наших надо гордиться. Они-то вон какие молодцы. Медалей сколько? Уйма просто. Когда смотришь соревнования, вот так вот вблизи просто болеешь. А как болели зрители, когда спортсмены, вот даже на настольном теннисе, то есть противник аплодировал после того, как проиграли нашим девчонкам, аплодировали болельщикам за то, что они так болели и поддерживали наших, что уже сил нет. То есть все отмечали, что прям вся страна наших спортсменов очень сильно поддерживала. Это было не бедно. И вы внесли в это тоже свой вклад. Хорошо. Знаете, вот мне подсказывают, время уже практически подошло к концу. Вот главное-то, наверное, что? Это тот бесценный опыт, который вы и ваши коллеги там приобрели, потому что впереди у нас и Олимпиада в Сочи. И вполне возможно, что кто-то из тех ребят, кто был на универсиазе, рванет туда. Есть такой шанс? Есть такие. Вот. Они зарегистрировались. Все ребята, которые зарегистрировались, они все обязательно поедут. Уже проходит обучение в Сочи. Скоро оно завершится, кстати. И тоже отправятся в Сочи обязательно. И плюс еще у нас в 2018 году чемпионат мира. Так что это тот опыт, который нужен был. Правильно? То, что нужно. В принципе, волонтеры универсиады это первые спортивные волонтеры для нашей области. Это фактически первооткрыватели. Поэтому это все потом будет использоваться, все эти наработки. Многократно. Я даже больше скажу. Я как руководитель их отпускать никуда не буду. Мы их будем привлекать на всяческие мероприятия. Костяк сохраните. Костяк нужно сохранить. Без этого никак нельзя. С преемственность поколений, смена. То есть, есть ряд мероприятий, на которые мы, например, от студенческого совета области, на которые мы будем их привлекать. Я вас перебиваю. Правда, мало времени. На самом деле, все так хвалили универсиаду, как там все замечательно было. Вот эти ребята-то, в том числе и наш Костяк, и вы это все делали и создавали. Значит, и другие мероприятия, которые будут проходить, в том числе и в Самарской области, они могут быть проведены на таком же замечательном высоком уровне. Правильно? Спасибо вам всем большое. Я напоминаю, это была программа, о чем говорят. Смотрите нас на канале Губерния. А я вам еще раз хочу сказать спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!